Я надеюсь, там не духота. Космос вроде прикольная тема. Но в прошлый раз чуть тухловато было. Что космос для меня и для вас это только мечта. Мда. К сожалению. А вот у ваших детей и у моих... Не, я был в космосе, кстати. Ну не прям в космосе. Но близко к нему. Да. Когда на самолете летал настолько высоко, что типа, блин, вообще казалось, как будто бы я... Молодец. Сейчас нахуй на другую планету улечу. Я серьезно говорю, да. Ну я, я серьезно, я серьезно. Ну типа, блин, слишком высоко мы летели. Да, да, да. Поэтому... Ну... Могу сказать точно, что я был к космосу намного ближе, чем вы. Потому что многие из вас, скорее всего, даже на самолетах не летали. Вот. Да, да, да. Еще шанс был. Шанс оставить след на Марсе. То, что вы сейчас увидите, не похоже на старый добрый... Хотя многие писали на Боруси. Да не, ну это вообще не, не, это вообще не твое. Топлис. Наши выпуски становятся все сложнее и длиннее. Мы так хотим. А, я так не хочу, не надо. И новый зритель может почувствовать, как будто он пропустил несколько уроков и ворвался в середину четверти. Или, как вы сами говорите, ничего не понял, но очень интересно. Во всех играх есть обучающий уровень, где буквально на пальцах рожевывают основы. И вот мы сейчас дадим вам этот самый обучающий уровень. Спецкурс «Космос для чайников» или «Пинок под зад» плоскоземельщику, как хотите. Смотрите его с детьми, с родителями, с соседом по парте, неважно, главное, не будет... А с чья-то можно смотреть? Что я ляпну, что-нибудь? 18+. Это не будет. В семи блоках мы собрали больше сотни фактов о ракетах, кометах, галактиках, черных дырах, невесомости и внеземной жизни. Этот выпуск можно показывать в школе. Можно, да? Да. А на твиче? И честно. Мы всей командой завидуем тем, кто откроет для себя Вселенную в первый раз. Сейчас вы узнаете, что за магия происходит внутри ракеты, что невесомость делает с вашим телом, зачем космонавты пьют воду из своей же мочи, может ли вас зашибить метеор, по какому адресу нас будут искать пришельцы, как странные звезды могут стереть нас из Вселенной, куда исчезает все внутри черной дыры, на что похожи космические маяки и как создать жизнь на пустом месте. Ну вроде интересно. Золик Сок, спасибо тебе за переподписку. Локча, Глава первая, В которой ракета Учится летать Вот про ракету такое себе Ёпьян Да Ну что, полетели бы в космос Уверен Конечно, полетели бы На самом деле, нахуй нам не нужно Это слишком большой стресс для организма Это вредно Это надо иметь, короче, крепкое здоровье Да и плюс Нахуй нам не надо Я лучше дома останусь Посплю на кровати, чем буду там В этом космосе, непонятно, в этой невысовомости В этой ракете там летать Вот так, типа Хочу срать А срать-то не получится Но с некоторым геморроем Можем, блин, этого сделать, просто подпрыгнув Потому что нас притягивает Собственная же планета Просто потому что она очень тяжелая Все предметы чуть-чуть друг друга притягивают Но эта сила тяжести становится По-настоящему мощной Лишь у космических гигантов Звезд и планет И есть одно изобретение Которое позволяет нам ее преодолеть Ракеты Восток, на котором полетел Гагарин Сатурн Размером с небоскреб И даже Старшип Илона Маска Все они устроены очень и очень Просто Как это просто А вот так Чтобы двигаться вперед Нужно что-то отбросить назад Как в случае с этим шариком Смотрите Воздух летит в одну сторону Шарик в другую Но как ракету весом с дом Можно поднять с помощью воздуха Никак Вместо этого ракета отталкивается от собственного топлива Которое сгорает и выбрасывается с огромной скоростью позади нее И вот тут Есть проблемка Для огня Нужно всего три вещи Топливо Кислород И тепло Молодец А спичка в космосе Горять не будет Там нет кислорода Поэтому Для горения Его нужно брать с собой Если космонавтам нечем дышать в космосе А чё плюс начать? Они берут с собой баллон вод А, типа меня смотрят те, кто конструирует ракеты Они такие Плюс, плюс, да Воздухай Всё правильно говорит Также и ракета берет с собой свой личный запас кислорода Вот так выглядит ракета, если бы мы могли ее просветить насквозь Сверху полезный груз Спутник или корабль с космонавтами А снизу большой топливный бак И еще более тяжелый бак с кислородом Еще у ракеты есть носовой обтекатель Чтобы она меньше терлась о воздух И крылья, похожие на плавники рыб Чтобы ракета летела ровно Но куда летит ракета? Вверху Куда? Да Но только в самом начале Со временем она наклоняется, пока не повернется параллельно к Земле Ее задача не только высоко подняться, но еще и разогнаться На маленькой скорости она будет падать на Землю На большой падать чуть дальше А если достигнет первой космической скорости То планета будет уходить у нее из-под ног быстрее И ракета не упадет, а будет кружиться вокруг планеты Спасибо за перепадку Чтобы держаться на высоте, нужно постоянно двигаться Стоять на месте нельзя Иначе упадешь Пока ракета боролась с притяжением и летела, она отбрасывала пустые баки, чтобы не тащить лишний груз И как они приземляются, эти баки? А никак Они просто падают Плюс Зачем? Зачем, да, разбрасываться ракетами, когда можно их обратно заправлять и запускать в космос, правильно? Да Сейчас мы только начинаем строить такие ракеты Посмотрите, как это удивительно выглядит Ракета сама держит вертикальное положение Целится в посадочную площадку Аккуратненько на нее пакуется С высоты сотни километров Попасть на платформу в несколько метров Неплохая меткость Ракеты – наш главный способ преодолеть силу тяжести Они вывели нас на орбиту Доставили на углу А сейчас мы целимся на Марс Но принцип остался проще некуда Отбросить часть себя, чтобы двигаться вперед Ракеты – это только начало Впереди еще шесть крутых блоков Бля, я понял, когда был пиздюком И жил в Новокузнецке Еще тогда, короче, было мало света в городе, короче говоря Мало машин и все вот этого И было видно звезды на небе по ночам Я часто на небе еще видел такую, знаете, красную точку Я вот сейчас так думаю Это был Марс? Ну, типа она отличалась от звезд И от всех других, скажем так Этих самых Точек, которые были на небе Спутник? А что он красный-то? Нет, подожди, спутник, он по-другому немного вроде Он как мигает И двигается А это просто красная такая точка круглая И все Солнце? Да ну вы что, ебанулись Ночью? Какой нахер джуниор? Это очень полезная фича в наше время Вы переводите ребенку деньги Слышься, джуниоры Давайте карту заводить и подписку платную покупайте Видите каждую покупку в приложении А вас чебати будут контролировать Так, сын-то что купил сегодня, блядь? Шо это за хуйня за 130 рублей До отдельной пачки чипсов А он в это время учится платить по-взрослому Карты И даже карты Слышься, не мигают, они отражают свет от луны и солнца Это очень большая далекая звезда Ну и не знаю, я все-таки буду надеяться на то, что это был Марс Так, давай Ты в телефоне не раз пэка Дать их Но делать уборку 100 рублей До сих пор не могу И в детстве Переведить награду Одной кнопкой Да, типа убрался Вот тебе 100 рублей Нихуя себе Нормально Помыл полы Вот тебе 200 рублей Помыл посуду Вот тебе 500 рублей А че? Прикольно Квест ты тупо ребенку кидаешь На банковскую карту Жалко в моем детстве такого не было Приложения всякие Банковские карты Джуниор Заходишь такой Смотришь, что тебе там мама Какие задания накидала И сколько это задание стоит Как в какой-то игре Знаете, мой РПГ Пошел квест Выполнил, блядь Мусор выкинул тебе Бац, на карту приходит Деньга На который ты можешь Там себе что-то купить Реально классно Лилечка Спасибо тебе большое За 7 месяцев Переподписки Вот наша планета Нихуя Я бесплатно делал уборку Так вот именно Что я тоже бесплатно делал Как говорил Один великий человек МАКС Здорово Она какая огромная А вот на такой высоте От нее летает МКС Международная Космическая станция Смотрите Расстояние всего ничего Но тут Ручка падает на землю Если Бля, интересно Айфон сейчас упадет? Аааааа Тоже падает Пиздец Отпустить, а здесь почему-то она летает. От земли до МКС ближе, чем от Москвы до Санкт-Петербурга. Тогда почему на МКС летают предметы? Дело в том, что станция как бы постоянно падает на землю, но пролетает чуть дальше за горизонт, и поэтому продолжает вращение. Внутри все падает вместе со станцией. Это называется невесомостью. Невесомость — это когда нет силы тяжести. Невесомость. Предметы, люди и все, что на борту, ничего не весит. И это достаточно странное такое состояние. Я его испытывал. Я испытал его сам в специальном падающем самолете. Плюсы — вы летаете без каких-либо усилий. Минусы — все вокруг вас летает и врезается в стену. Именно поэтому МКС покрыта липучками, как у вас на кроссовках, чтобы крепить мелкие предметы. А что делать, если вы вдруг накосячили и пролили воду? Она будет вести себя так. Любая жидкость слипается в шарик. Скорее ловите ее. Но если пролили совсем чуть-чуть, не расстраивайтесь. Можно поиграть ей в теннис, как мячиком. А если космонавт так соскучился по дому, что начинает плакать, то слезы не будут капать с ресниц, а будут заслонять глаза тонкой пленкой. Их придется смахивать тряпочкой. И даже огонь. И тот превращается в шарик. Все потому, что на воздух тоже не действуют силы тяжести. Прикольно. И он сам не перемешивается. Я бы хотел стримхату. В невесомом масте. Поэтому на станции постоянно работает вентиляция. Иначе углекислый газ, который выдыхает космонавт, начнет скапливаться вокруг их головы, как невидимый шлем скафандра. И без вентилятора, разгоняющего воздух, они просто задохнутся. А вот самая необычная штука в невесомости. Эффект Джанибекова. Вращающиеся предметы сами по себе кувыркаются и переворачиваются. Работает с книгами, ящиками и гайками. Этот эффект... КАТО! ...кометили на МК, это совершенно случайно. И только потом открыли на Земле. Даже наше тело меняется в невесомости. У космонавтов уже за две недели рост становится больше, чем на Земле. Просто потому, что сила тяжести не давит больше на позвоночник. Позвонки отдаляются друг от друга, добавляя росту несколько сантиметров. А когда космонавты возвращаются на Землю, они... Это я бы стал еще выше, и мой рост был метра два. ...тудом стоят на ногах, потому что отвыкли от собственного веса. Как думаете, как это можно исправить? Подсмотреть космические корабли в фантастике, где они делаются в форме бубликов, это не случайно. Там, внутри этих колец, получается искусственная гравитация. Потому что все предметы на борту крутятся вместе с кольцом, их как бы прижимает к полу. Как вот этот опыт с ведром. Его крутят, но вода не выливается. В будущем мы будем делать космические корабли, все больше похожие на наш дом. И даже сила тяжести там будет разная. Зачем это смотрим? Затем, чтобы твоя башка блик. А ручка, даже на расстоянии тысяч километров от Земли, будет делать вот так. Бля, мне как раз ручка нужна. Чего? Я рассказал вам, как ведут себя в невесомости разные предметы. Но сложно передать словами, что чувствует в невесомости ваше тело. Это очень необычное ощущение. Все жидкости, органы начинают колыхаться в теле то вверх, то вниз. А сам ты постоянно куда-то летишь без возможности этим управлять. Но у меня один вопрос. Как дрочить в космосе? В таких условиях? Какого это жить в таком состоянии месяцами? Не, 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 не жить. Дрочить. Месяцами. В таких необычных условиях космонавтам приходится еще и работать. Они не только выходят в открытый космос и заделывают дырки в станции, но еще проводят разные эксперименты. Выращивают растения. Бля, наверное, самое страшное для меня это утонуть, сгореть и, если бы я был космонавтом на какой-нибудь МКС, случайно оторваться от МКС. Ну, типа, тебя же там как-то привязывают, когда ты выходишь в открытый космос что-то чинить. И тут неожиданно ты отрываешься и улетаешь в открытый космос. Все, ты полетел, ты не можешь уже обратно вернуться. И ты понимаешь, что, так, я один в бесконечном космосе. Лечу. Там у меня еще немного кислорода осталось, как бы, но это ненадолго. Че делать-то? Че делать-то? Ну да, четвертое, это самое тоже страшное, это встретить Мишку Фредди. Чилить. Импостер. Кайфовать. Классно. Не знаю, просто представить такое, это ж пиздец. Интересно, есть хоть один человек, который бы умер вот таким вот способом? Который просто взял и случайно куда-то улетел? Ну, бывает. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Ведут уроки для детей прямо с орбиты. Для этого там даже есть интернет. А, нет, еще есть одна стрёмная смерть, это проснуться. Ну, не проснуться, а просто оказаться в закопанном, закрытом гробу, блять. Ну, или просто, я не знаю, в какой-то, знаете, такой вот запечатанной узкой комнате. Из которой невозможно выбраться. Вот знаете, как в морге, например, есть вот эти вот отсеки, куда трупы задвигают и закрывают. Прикиньте, а там закрыт. Бля. Зачем об этом думаешь? Я об этом не думаю, я просто представляю, если бы я оказался в таких условиях. Жестко. Он работает через спутники. Вроде бы обычная работа, как на Земле, да? Че такого-то? Но нет. Есть много мелочей. Мелочей, которые могут убить. Любая крошка может залететь космонавту в нос, и он может начать задыхаться. Поэтому на орбиту еду, которая крошится, не привозят. Раньше вся еда была в удобных тюбиках и сухих прикетах. Но сегодня меню стало разнообразнее. Есть даже макарошки с тевтельками. Да, их привозят уже готовыми. А вместо хлеба используют лепешки. Вроде лаваша или мексиканской тортильи. А еще еду подбирают так, чтобы она была максимально здоровой. Ведь в космосе всемусь отдыхают. И космонавты от вредной пищи толстеют быстрее, чем на Земле. Мне надо в космос. Мне срочно надо в космос. Но главное делать физические упражнения. Да, даже полет в космос не освободит тебя от физры. Космонавты занимаются не меньше двух часов в день. Руки и туловище обращают вот этой машиной. Для ног есть специальная беговая дорожка. И, наконец, есть велотренажер, чтобы крутить педали на высоте 400 километров. У тебя начнет медленно кончаться кислород. Ты просто уснешь навсегда от кислородного голодания. Были же такие случаи, когда веревка с кислородом отрывалась. А сам космонавт был привязан. Он просто засыпал на несколько минут и все гг. Блин, а как мне башню строить тогда в космосе? Ладно, я знаю, чего вы ждете больше всего. Узнать, как же в космосе ходит в туалет. Да, ну почти, 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 но нет. Там все летает. Не-не-не-не. Очень просто. В пылесос. Я не шучу. Вот так выглядит туалет. Говно из жопы прям высасывают, что ли, да? Вот этот пылесос для маленьких дел, а вот этот с контейнером и мешками для больших... Подожди, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ну там ведь бывают и женщины, и мужчины. Вот эта хуйня, она и для женщины, и для мужчин? Не, я понимаю, как мужчина может это сделать. Он вставляет свой писюн вот сюда. Как я понимаю, да? Или она съемная, типа... Подожди, нет, я не понимаю. Ну да. Так, давайте не будем обсуждать приятное и неприятное в этом понимании, в этом плане. Для маленьких дел. А вот этот с контейнером и мешками. Для больших. И знаете, что самое интересное? Жидкость из первого шланга не уходит в космос. Она фильтруется. И ее снова можно пить. Да, воду туда доставлять очень дорого. А пить хочется постоянно. Поэтому воду добывают из мочи, дыхания и пота. Каждая капелька, которую космонавт оставляет в воздухе, оседает в вентиляции и становится питьевой водой. Ну и наконец, после насыщенного рабочего дня нужно как следует выспаться. Лечь как на Земле в космосе... Подожди, не понял. Не получится. Ведь там нет верха и низа. И кровати на полу тоже нет. Поэтому космонавты залезают в спальный мешок и прислоняются к любой стенке. А чтобы было ощущение, что вы на чем-то не жите, космонавты пристегивают себя ремнями. Ну а засыпают и просыпаются космонавты по своим внутренним часам. Крупкий, спасибо. Ведь пока ты кружишь по орбите, солнце заходит и восходит по 16 раз в день. Теперь вы и сами можете спать спокойнее. Ведь я ответил на многие ваши вопросы про жизнь в невесомости. Самый главный вопрос, чтобы так и не ответить. Я теперь не услышал. Ложитесь поудобнее. Ведь мы только на середине. А я продолжу рассказывать про тех, кто живет в космосе. Там в основном живут камни. Да. Да ладно. Это мы знаем наверняка. Одни камни по размерам с песчинку, но могут осветить небо ярким всполохом. А другие настолько большие и быстрые, что если упадут на Землю, могут закончить эпоху млекопитающих. То есть нас с вами. Глава 4. В которой падают звезды. Угу. Ну давай. Звезда упала? Нет. Метеорит. Ээээ... Чё это такое-то? Или не звезда? Конечно не звезда. Звезды это огромные, гигантские, раскаленные шары. Очень далеко от Земли. Тогда чё это такое вообще? Маленькие камушки и песчинки, которые летят очень быстро. Гораздо быстрее наших ракет. Иногда они долетают до Земли. И мы находим их в виде вот таких вот камней. Мне или вам легко перепутать их с обычным земным камнем. Но ученые сразу поймут. Это метеорит. По сути обломок, который не пригодился в стройке звезд и планет. Вот у меня в руках самый настоящий метеорит. Эта штука прилетела к нам из космоса. Но это большая редкость. Большая часть камней... Подарите мне кто-нибудь кусочек метеорита. Только настоящий. ...бирает в атмосфере из-за того, что сильно трется о воздух. Они оставляют яркий след, который мы называем метеором. А если он совсем яркий, то его называют болидом. Говорят, август, время собирать звезды. Слышали, наверное? Именно в начале августа на нас сваливается настоящий метеорный дождь. Он стутычествует. И его можно заметить в очень многих уголках планеты. У него даже есть свое имя. Персеиды. В это время падает по два метеора каждую минуту. Попробуйте определить, откуда они летят. Это конкретная область в созвездии Персея. Каждый год в одно и то же время оттуда на нас сыпятся метеоры. Откуда они берутся? Да еще и с такой точностью. Вопросы два. А ответ на них будет один. Это не они к нам летят. Это Земля. Каждый август пролетает через море маленьких песчинок. Их когда-то оставила одна комета. Грубо говоря, это следы от кометы, которые отвалились, пока она летела. Как вы проходите вот в обуви дома, когда вы не разуваетесь, куски грязи от вас отваливаются, так же и у кометы. Кометы — это огромные снежки из замерзшей воды и пыли, которые путешествуют по космосу. Подлетая к Солнцу, они начинают таять. И из частичек воды и газа у них вырастает хвост, который всегда направлен прочь от Солнца. Но это еще не все. У комет есть и второй хвост. Он сделан из тяжелых пылинок, поэтому немного отстает от газового хвоста и тянется в другую сторону. Но есть в космосе и настоящие гиганты. В тысячу. Даже в миллион раз больше, чем метеорит у меня в руке. Их мы называем астероидами. Это огромные глыбы, которым не хватило размера, чтобы стать современными планетами. Мы даже смогли посадить на них астероидские аппараты. А по одной из версий, большой астероид, упавший когда-то на Землю, окончил эпоху динозавров. Итак, давайте закрепим, как понять, что вы увидели в ночном небе. Если что-то сверкнуло и полностью сгорело, это метеор размером пару миллиметров. Если вы нашли это на Земле в виде космического булыжника, то это метеорит величиной до 30 метров. Если оно ударило в Землю и уничтожило все живое, то это астероид, то есть булыжник более 30 метров. А если вы увидели в небе что-то летящее с красивыми хвостами, поздравляю, вы познакомились с кометой. Теперь вы знаете, что вы никогда не видели звездопады из настоящих звезд. Никогда. Но можете продолжать загадывать желания, смотря на сгорающий камень. Если хочется, пожалуйста. Никто не запрещает. Это же ок. А сейчас задумайтесь. Что вы сейчас делаете? Сидите? Стоите? Или просто лежите? Нет, на самом деле вы несетесь сквозь космическое пространство. И я говорю не про то, что вы вращаетесь... Дрочу, сижу дома. Сру. Какаю, лежу, драчу, сижу, лежу, драчу, сижу, лежу, драчу, сижу, лежу, пержу. Драчу, лечу, лежу. Сплю, какаю. И один человек среди всех написал. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам. Вокруг солнца со скоростью один оборот в год. Не про это. Глава 5. В которой мы находим свое место во вселенной. Ты че, я... На самом деле, все во вселенной куда-то движется и падает. Постоянно. Но как в этом хаосе найти свои координаты? Давайте разберемся. Наша солнечная система, это не только огромное солнце посередине и красивые планеты вокруг. У нее еще есть огромный... У нее еще есть красивый я. Да, и что? Неосвещенные окраины. Они называются облаком Оорта. Там собрались обломки, которые не пригодились при сборке планет. Всякие астероиды и ядра комет. Там, где кончается облако Оорта, кончается и наша солнечная система. Но мы едем дальше. Мы знаем, что вращаемся вокруг солнца. Но солнце вместе со всеми планетами вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. Если сложим два движения, то получим вот такой маневр по спирали. А теперь отлетим еще дальше. Сама наша галактика тоже похожа на спираль. В каждом ее рукаве миллиарды звезд. И мы находимся вот здесь, в рукаве Ориона. Так что мы не в центре нашей галактики, но и не на окраинах. Нормальный такой спальный район. Но галактики в космосе тоже не одни. У них есть соседи. Недалеко от нас находятся... Вот тут, получается, где-то Люберцы находятся, да? Ну, скажем так, космические Люберцы. То есть там, наверное, вообще пиздец. Мы-то где-то здесь находимся, получается, да? Это у нас нижняя часть. Это какой метро? Сейчас, посмотрите, карту открой, а то я забыл уже, как бы, сам-то я не часто этим пользуюсь. Это у нас, короче, мы живем... Технопарк. Нагорная или технопарк? Где-то вот в этом месте, короче говоря. Вот здесь, получается. Не, ну это недалеко от центра, я вам скажу. Хотя это, скорее всего, ближе... Бля, это что, возле Чертанова, что ли? Да ну нахуй. Бля, по-любому же в какой-то другой галактике, такие как Андромеды и так далее, по-любому же существует какая-то жизнь. Я никогда не поверю в то, что вот мы, типа, единственные такие крутые, блять, живем на своей планете, такие крутимся, там что-то вертимся, передим и хернёй занимаемся. По-любому где-то очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень далеко в другой вселенной так же сидят такие же долбоёбы и такие, бля. И мне вот крайне интересно, чем они занимаются. Настолько ли они развиты, как мы? Или же, наоборот, у них там всё ещё каменный век. Хотя, если бы они были более развиты, чем мы Возможно, они бы сами уже к нам прилетели Такие сказали, ебать, вы лошки А мы уже по галактикам путешествуем А вы еще даже до Марса не долетели Ебать, лох И все, бля И дали бы нам что-нибудь поюзать Вот, пробуйте, вот это вот Это, короче, такая хуйня, она летит и все Бля Бля, прикольно, да Они бы смогли бы приконнектиться к нашей планете Предположим У нас было бы тогда две планеты, на которых живут люди На нашей 7 миллиардов И там еще миллиардов 10 Прикиньте, сразу бы онлайн вырос в два раза Ну, где-то примерно в два раза, да То есть люди бы с другой планеты Начали бы смотреть наши стримы А мы их стримы, мы их стримеров, а не наших стримеров Реально И все бы такие в чат писали Ебать, конечно, какой крутой стример С другой планеты существовал все это время А мы даже и не знали Хорошо, что мы нашли друг друга Теперь можем смотреть наши стримы Да И меня бы пригласили на ту планету Ебать Я сейчас придумал сюжет для какого-то фильма Бля Ну что, не устали? Тогда самое время Узнать, как выглядит вселенная Если отлететь от нее очень далеко И посмотреть на нее со стороны Вот она, огромная сеть из галактических нитей и пустот Называемых войдами Вот так и выглядит наш мир Если представить его одной картинкой Это огромный океан галактик Суперскоплений, туманностей, планет И, возможно, неизвестных форм жизни Итак, если вы захотите узнать свой полный адрес Еще раз И посмотреть на нее со стороны Вот она, огромная сеть из галактических нитей и пустот Называемых войдами Вот так и выглядит наш мир Если представить его одной картинкой Это огромный океан галактик Суперскоплений, туманностей, планеты Возможно... Бля, я вообще думал, знать какую стримхату сделать Ну даже не то же быть стримхатой Ну, в принципе, это можно назвать стримхатой А... Арендовать Вагон В поезде Ну, такое, на которое мы ехали, например, в Петербург С Мазеловым и Антошей Люксовый такой, знаете, один вагон Выкупить там все эти самые Как они там называются-то? Ну, места, соответственно, в этом вагоне Вот И поехать И стримить оттуда Вот только проблема С интернетом, конечно Вот с этим бы разобраться Вот, а так, да И вот стрим из вагона, ебать Ря Ну, даже если не получится Я просто хотел реально такое устроить Я уже даже вот обсуждал с людьми Говорю, давайте арендуем вагон Все выкупим места И просто проведем там Ну, получается, ночь Восемь часов Устроим там, короче, суету Реально же прикольно, блядь Ну, реально Ну, реально Потому что когда мы с Мазелом и Антошей ехали, блядь Было классно Неизвестных форм жизни Итак, если вы захотите узнать свой полный адрес во вселенной Он будет звучать так Комплекс сверхскопления рыб-кита Ланиакея Сверскопления девы Местная группа галактик Галактика Млечный путь Рукав Ориона Солнечная система Планета Земля Дальше Дальше, блядь Получается Россия Падикова Улица Пушкина Дом Колотушкина Теперь я адрес в Яндекс.Такси буду вбивать вот такой вот Начиная с Отсюда Заканчивая планетой Земля Представляю, таксист такой берет, смотрит заказ, а там Ну там, ебать, ничего себе нахуй Млечный путь Ну, точно адрес зато Орион, чё копай Регион, улица, дом Индекс Да, индекс, это важно Указав неправильный индекс, вы можете легко обвести вокруг пальца почтальона Вообще, запутаться в космическом адресе просто Но если разобраться Сейчас, Мишка Фредди скоро придет Можно найти очень интересные объекты в космосе Привет, я из центра галактики Точка И мы действительно развитие Чем вы? Мы можем отправлять сообщения за НАКМ И мы не хотим с вами сотрудничать Потому что мы развитие У нас андроид А у вас айфон хат и мягкий знак Ой, зря ты сейчас вот про андроиды опять начинаешь Айфоны всякие Недавно скриншот Ну, конечно же, из твиттера скинули Где какая-то девочка написала Захожу на стрим к Хесусу И, типа, мою цитату скидывает Что я говорю в этот момент, в который она заходит А я там говорю, типа, блин Ну, я и подумать не мог, что владельцы андроидов такие, типа, ранимые И она после этого добавляет И я тут же выхожу Со стрима Я вглядываюсь И там написано, типа, сообщение в твиттере оставлено с андроида И я такой Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Кто на айфоне сидит, меня вообще похуй, блять На мерседесе ты катаешься или на бмв, блять На андроиде ты сидишь или на айфоне Какие там еще есть Противостояния А, на иксбоксе Или на плейстейшн Потом, что еще есть Интел или амд Пьешь ты колу или пепси Уважаешь ты 89 сквад Или фрик сквад Пьешь ты, пьешь ты чай Или кофе, юзаешь ты гугл Или яндекс Экстремально интересно И сейчас я расскажу о самых горячих Самых больших И самых ярких из них Все они рождаются, когда умирает Какая-нибудь большая звезда Гораздо больше нашего солнца Я, кстати, большая звезда И я тоже когда-нибудь умру Ну, главное оставить после себя Огромный след Глава 6 И в ней живут экстремалы В конце жизни, когда звезда сжигает Все свое топливо Она толстеет А потом лопается Ее обломки разлетаются в разные стороны В гигантском взрыве Это называют сверхновой И это самые мощные и яркие срывы в космосе После них мы видим вот такие красивые облака газа Туманности А что тогда останется на месте лопнувшей звезды? Другая звезда Очень-очень маленькая, но очень тяжелая Нейтронная звезда Она называется так, потому что состоит из одинаковых частиц Нейтронов Они так близко прижаты друг к другу, что одна чайная ложка такого вещества весит миллиард тонн Миллиард, одна чайная ложечка Но что произойдет, если умирающая звезда окажется гораздо тяжелее? Она всего за несколько секунд провалится сама в себя И превратится в черную дыру Она такая черная, потому что засасывает все в себя, даже свет Да Мне еще интересно, что внутри черной дыры Мне почему-то кажется, что это какой-то телепорт Что ты туда хуяк И тебя просто, скажешь так, выбрасывает в другую вселенную со стороны другой вселенной Типа это как проход в другую вселенную Такой реальный, как бы скажет так, телепорт Попало внутрь черной дыры Это не доказано Обратно оно уже не выберется Но что спрятано внутри черной дыры? Да, ну-ка давай расскажи Мы не знаем Ведь свет оттуда до нас никак не долетит Мы можем только догадываться Вероятно, что там спрятан объект настолько маленький, что у него нет даже размеров Его называют сингулярностью Такой большой космический слив, куда все утекает, но непонятно, что там на дне Слова пространство и время внутри него перестанут иметь смысл А законы физики просто сломаются Ученые говорят, что огромные черные дыры должны быть в центре многих галактик И наш Млечный Путь не исключение Они притягивают звезды и заставляют их вращаться вокруг себя Попутно пожирая все поблизости Самые прожорливые дыры мы называем квазарами Они настолько голодные, что поглощают больше вещества, чем могут переварить О, это я Куда тогда они девают все остальное? Выбрасывают в сторону от себя в виде струй длиной с целую галактику Это самые яркие и самые горячие объекты из всех возможных Квазары называют маяками вселенной Их видят с огромных расстояний По ним можно даже ориентироваться, если вы вдруг заблудились в космическом путешествии А хотите услышать про самые странные звезды? М? Да, без шуток, их так и называют Странные звезды Все потому, что они состоят из Я нажал на паузу, потому что все начали писать нет Ну, значит, не хотят услышать Странные мотивы Ладно, я-то хочу Когда она просто болтается в пустоте космоса, все в порядке Но стоит веществу из странной звезды коснуться обычного нормального вещества Из которого сделаны мы или наша планета или Солнце И все оно сразу же превратится в такую же странную материю Переживем ли мы это превращение? Неизвестно К счастью, таких звезд должно быть немного Вот такой зоопарк можно найти в глубоком космосе Теперь вы понимаете, почему так важно изучать любые, даже самые необычные находки Даже если они пока существуют лишь в наших математических уравнениях Да, ученые часто сначала предсказывают объекты с помощью математики И лишь потом открывают их Как это произошло с черными дырами А мы переходим к последней, но самой интересной части Той, в которой все шевелится, дышит и размножается Той, в которой появляемся мы Глава 7, в которой все шевелится, дышит и размножается Че, бля, реклама что-то? Там в полночь треки выходят, да я знаю А вы знали, что когда-то, давным-давно, когда еще не было динозавров Наша планета была огромной кухней Да ладно? Что на ней готовилось? Жизнь Быдло ебаное готовилось Очень жаль, что мы не доживем до момента, когда люди будут контактировать с другими иноземными существами С чего ты это взял? Вдруг завтра Илон Маск проснется и такой Ебать! Ну типа ему идея какая-то в голову неожиданно придет Ну или даже не он, а кто-то из вас Может быть именно ты и станешь тем, кто откроет другую жизнь Может тебе реально что-то в голову придет такое И ты это придумаешь И реализуешь в жизни И такой типа Ебать мой хуй И все Может быть прям сейчас уже кто-то это делает И мы уже близки к этому моменту Может быть это произойдет через пять лет Через десять А может завтра Я уже, я уже, я дрочу, бля Долбоевская Давайте приготовим с вами бульон Точно такой же, какой был на земле 4 миллиарда лет назад в то время она была очень недружелюбным местом повсюду извергались вулканы шли дожди из кислоты часто падали метеориты а кислорода и жирой назад в то время она была очень недружелюбным местом повсюду извергались вулканы шли дожди из кислоты часто падали метеорит а сейчас как будто бы по другому блять до кислорода который надыш новости я так утром просыпаюсь захожу в telegram какой нибудь там канал да и и новости читаю она шли дожди из кислоты часто падали метеориты а кислорода которым мы дышим сейчас просто абсолютно все то что жизнь еще не появилась но повсюду были разбросаны маленькие кирпичики из которых она могла собраться представьте что овощи уже нарезаны но плиту я овощи еще никто не включил что это были тогда за овощи простые элементы такие как азот из нашего воздуха и водород из воды кое-что по важнее метан который горит у нас в газовой плите и углекислый газ который вы выдыхаете прямо сейчас пока смотрите это видео чтобы все это начали смешиваться друг с другом и превращаться во что-то живое нужно добавить воды а еще энергию чтобы в котле все начало греться и пузыриться где можно было найти все эти условия на суше было слишком горячо солнце полило злыми ультрафиолетовыми лучами а вот в воде в воде было в самый раз там идеальные условия для жизни давайте туда и заглянем не идеально это то и вот как бы да все думают догадать что ждет после смерти я надеюсь что никакого перевоплощения не существует мне кажется я бы не хотел жить еще раз на этой планете потому что непонятно как в итоге ну скажем так построиться жизнь моя в очередной раз то есть вот в этой жизни мне повезло у меня есть вы мне просто повезло что мне есть вы как бы скажем так вот и да я живу неплохо как бы благодаря вам но аж если мне не повезет следующей жизни и я блять стану каким-нибудь работягой на заводе да ну его нахуй я так не хочу жить а если еще нет тогда нет короче вы поняли да а если я еще где-нибудь в какой-нибудь стране появлюсь где не очень условия скажем так для жизни не буду перечислять эти страны вы сами прекрасно знаете что это за странный блять не хотелось бы там за спавниться я даже сейчас не про россию говорю здесь еще более менее жить можно вот есть поверьте мне страны где похуже условия намного хуже где вообще пиздец полный блять соответственно и что я бы как хотел это как знаете вот к например когда ты умираешь в какой-то игре в кс гоу например или в майнкрафте особенно на хардкоре у тебя появляется возможность летать по миру и по во всякие там места залитать подземелье залезть там в лечис тиба полететь туда полететь сюда просто посмотреть на весь мир которую в котором ты играл вот я бы хотел быть чем-то подобным и при этом чтобы была возможность перемещаться во времени то есть чтобы я был как вот это вот летающая камера и чтобы я мог перемещаться во времени я бы хотел переместиться вот в эти вот времена блять вот вы эти вот 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 полетать вот в это время посмотреть как там все вот это вот бурлила хуи хуярила вот потом на динозавров посмотреть что они там делали потом бац там телепортироваться в какой-нибудь там не знаю во времена второй мировой войны и тоже полетать там вот так вот какие-то как они там фокусы поделать как фильмах знаете когда камера летит там между пуль я бы летал как круто между ног пролетел ну короче вы поняли да какая у меня в башке солнце полило злыми ультрафиолетовыми лучами а вот в воде в воде было в самый раз там идеальные условия для жизни давайте туда и заглянуть эти места на дне океана называют черными курильщиками здесь из глубин земли прорываются все нужные для кирпичики и много много тепла выглядит неуютно да но именно здесь появилась первое живое существо но не все ученые думают также есть те кто считает что мы произошли оттуда то есть наш далекий предок пролетел из космоса а глядил на чердаке и наверное да нет на комете мы помним что на кометах есть самая настоящая если кометы это и есть корабли замерзшая вода созданные кем-то очень далеко а там где вода там и жизнь поэтому на одну из этих комет могли кто-то тогда давным-давно с другой планеты который возможно погибала сделал вот этот вот корабль виде кометы и отправил частичку жизни на другую планету и она прилетела к нам и вот образовалась новая жизнь а там она закончилась и быть пассажир маленькие микробы которые упали на землю и потом превратились в растение если считать что после смерти есть жизнь то ты можешь стать не только человеком а там червяком так это вообще пиздец если ты станешь мухой например это же его твою мать блять наху а ну мне надо такое вообще трэш я считаю пиздец полный не не надо я ходи и не быдло ты ебаная бля их лист в леру кто нет чтобы дрочить летишь смотришь на в с и не дрочишь никому не пожелаю такое даже врагу ясно блять и животных зато сможет смотреть за другими людьми как они дрочат вода главный ингредиент жизни нашей жизни на нашей планете но что если есть инопланетная жизнь и она устроена совсем иначе если жизнь создавалась по другому рецепту из других ингредиентов то и выглядеть она будет по-другому например вот так или так и даже вот такое возможно где-то далеко от земли и вот вопрос сможем ли мы узнать внеземную жизнь когда мы ее увидим может быть она вообще существует без воды и больше похоже на камень или размером с целую галактику поживем увидим главное всегда оставаться любознательными и задавать себе почаще правильные вопросы и как обычно прокачивать свои мозги пока просто я играю в minecraft эндермен хочет тут напасть я ему это не дам грифер уходи отсюда сам